В этом уроке рассмотрим инструмент e-mail-рассылка. Он необходим для коммуникации с сегментами клиентов по электронной почте. e-mail – это традиционный канал для работы в сфере B2B. Для работы с B2C его использовать можно, если вы активно занимаетесь сбором базы и клиенты оставляют вам электронные адреса. Рассмотрим, как сделать рассылку по определенному сегменту клиентов. Разберем реальный кейс. Зоомагазин хочет продать корм для котов новой марки. Для этого сотрудники решают сделать e-mail-рассылку по клиентам. Предварительно они собирали данные в CRM о домашних животных клиентов. Для этого в CRM у контактов установлено специальное поле «Животные». Это множественное поле, ведь у клиента могут быть разные домашние животные. Работу с инструментами CRM-маркетинга рекомендуем начинать с создания сегмента получателей. Перейдем в «Сегменты», нажмем «Создать сегмент». Выберем все контакты, у которых установлен вид животного «Кошка». Инструмент сразу показывает объем базы, который вы можете охватить с помощью рассылки. Нажав кнопку «Просмотреть», вы увидите список контактов сегмента. Дадим сегменту название «Владельцы кошек». Сохраним. Аналогично создадим сегмент «Владельцы собак». Перейдем к настройке почтового сообщения. Выберем шаблон для рассылки. Выбирайте любой, его всегда можно отредактировать. Пошаговая инструкция по осуществлению рассылки. Выберите сегмент получателей. Отдельно скажем про сегменты исключений. Вы можете указать, кто не должен получать вашу рассылку с помощью этого поля. Укажем здесь «Владельцев собак». Пишем тему письма. Можно использовать встроенный макрос «Имя» или «Емейл». Выбираем макрос «Имя». Добавляем изображение и другие необходимые блоки. Пишем тему письма. 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 пишем текст письма здесь также можно использовать макросы указываем ссылку на кнопки. UTM-метки мы укажем ниже в отдельном поле указываем номер телефона. Предварительно создадим и настроим источник трафика в блоке сквозной аналитики рекомендуем выделить для e-mail рассылок отдельный номер и настроить его в телефонии указываем отправителя сделаем небольшую ремарку e-mail рассылки очень распространенный инструмент, но и очень дискредитированный по электронной почте приходит много спама и чтобы не попасть в очередной блэклист необходимо сделать две важные вещи первое правильно выбрать сегмент получателей и содержание письма если вы будете назойливыми или отправите письмо нецелевой аудитории вероятность попадания в спам увеличивается второе необходимо использовать надежные адреса отправителя а лучше подключить внешний смтп сервер указываем важность письма не рекомендуем злоупотреблять этим полем используйте важные письма только если это действительно важная информация как пример угроза информационной безопасности например письмо с просьбой срочно сменить пароли от личного кабинета в поле параметры ссылок указываем UTM метки обратите внимание инструмент сам генерирует UTM метку на основе темы письма в поле вложения мы не стали ничего добавлять сейчас это не требуется также не рекомендуем злоупотреблять вложениями это повышает вероятность попадания в спам в получателях тестовой отправки как правило указан email вашего пользователя битрикс24 добавьте необходимые адреса и осуществите тестовую отправку обязательно проверьте как ваше письмо выглядит на разных устройствах это можно сделать как на встроенном инструменте просмотра так и вручную открыв тестовое письмо на компьютере планшете и телефоне также рекомендуем сделать тестовую рассылку на адреса разных популярных сервисов mail.ru, yandex, gmail бывает что письма по-разному отображаются в них далее назовем и сохраним шаблон рассылки для использования в дальнейшем ставим галочку сохранить мои шаблоны и сохраняем можно отправить рассылку немедленно можно запланировать отправку на конкретную дату и время можно отправить вручную мы выберем позже вручную чтобы увидеть список запланированных и уже отправленных рассылок перейдем на страницу рассылки нажмем отправить готово рассылка в процессе отправки в дальнейшем посмотреть список получателей по каждой рассылке можно на специальной вкладке отчет статистика показывает эффективность рассылки в 2019 году судя по исследованию сервиса Unisender средний процент просмотров 7,7% средний показатель кликабельности процент переходов по ссылкам в письме 1,11% теперь расскажем о технической стороне процесса работы с массовыми рассылками почтовые сервисы борются с недобросовестными отправителями спамерами несколькими способами следят за верификацией домена при получении писем и блокируют подозрительные адреса лимитируют отправку и прием писем с одного адреса например яндекс с одного ящика разрешает отправить всего 500 писем в день даже правильно отправленное письмо с точки зрения настройки сервера и домена легко может попасть в спам если алгоритм почтовика посчитает его подозрительным в битрикс24 на всех тарифах также существуют лимиты для отправки почты если в вашем бизнесе вы используете электронную почту как основной канал коммуникации с клиентами ваша база измеряется тысячами контактов озаботьтесь технической стороной настройки email рассылок арендуйте сервер для рассылки на нужные лимиты и проконсультируйтесь по его настройке или закажите его настройку специалистам если вы арендовали smtp сервер или воспользовались готовым сервисом вам необходимо добавить доступы для использования сервера в шаблон письма делается это легко в настройке отправителя выбираем добавить адрес и нажимаем ссылку smtp сервер после настройки указанный адрес будет доступен в списке отправителей не забывайте использовать его для рассылок большому числу получателей декоративно декоративно Продолжение следует...